Рада Буха, аминь. Из творения святителя Анна Златоуста о кротости. Много есть добродетелей, приличествующих христианским мужам, но больше всех кротость, потому что только сияющих ею Христос называет ревнителями Божьими. Нам следует, когда оскорбит кто-либо или ударит, или сделает другое, что ужасное, переносит все благородно, спокойно и душою, помышляя о том, что кротость делает подражателями Богу. И сам Владыка и Спаситель наш, будучи оскорбляем, получая удары, подвергаясь пригвождению, распятию на кресте, кротко перенес иудейское безумие и не отомстил, имея столько силы для отмщения нечестивых, показав свою силу в сотрясении земли, в воскресении мертвых, в сокрытии солнца и обращении дня в ночь, а крутость и человеколюбие в том, что не наказал никого из нечестивых, чтобы знали все нечестивые, поднимавшие руки на владыку, что он так легко, потрясший землю и повелевший солнцу сразу сделался невидимым, легко бы наказал безумцев. Теперь же, так как он смирен и кротко переносит безумие нечестивых, не только сам кротко претерпел распинащих, злословящих, но даже умолял отца не употреблять против нечестивых небесных стрелок. «Итак, когда к тебе, терпящему что-либо ужасное и невыносимое, поступят гнев и ярость, вспомни о кротости Христа, и скоро станешь смирным и кротким, извлекая величайшую пользу из кротости не только для себя, но принося пользу даже врагу и наставляя его быть добрым, когда он увидит, что ты, удерживаясь от гнева, до крайности кротко терпишь, скоро и он будет хорошим и добрым, и отбросив ярость, пожелает сделаться ревнителем твоей кротости. Таким образом, кто желает побеждать раздражающихся, пусть благородно переносит оскорбление удары, и он увидит много перемены в обезумевшем и поражающем. Если же он, побежденный гневом, будет стараться отразить равным оружием врага, не будет никогда предела гневу и борьбе, но вечно безумствующие и желающие побеждать друг друга поношениями и ударами увлекутся в безграничную войну и борьбу, замышляя друг против друга, навязывая клеветы, осмеливаясь, ложно клясться, думая обвинять в том, чего не видели и не слышали, днем, как собаки, неистуствуя и ища врагов, а большую часть ночи употребляя на обдумывание какого-либо зла и приготовления козней. И то мы знаем, что из многого и великого, чем была украшена жизнь праведных, это, то есть, жизнь по доброте и кроткое отношение к обижающим, прежде всего, другого сделало блестящими этих мужей. Благодаря этому Моисей, кротко перенося иудейское безумие и, спасаясь своими молитвами врагов, насладился небесной честью и хорошей славой боли остальных, и был назван другом Божиим. Благодаря этому Давид, щадивший врагов и неприятелей, снискал пред Богом много благоволения и любви. Это может украшать всякого человека, особенно состоящих во власти. Для всемогущей царской власти сдерживать себя и делать закон Божий своим водителем в делах – это великая похвала и слава. И Павел, и Петр, достигшие через эту добродетель небесного свода, жили ею, воссияли кротостью больше, чем прочими благами, чествуя поношающих, делая добро врагам, часто спасая молитвами, побивавших камнями. Поступая так, они знали, что это особенно угодно Богу, и более прочих благ почитается на небе. Потому они оказались свою жизнь украшающими кротостью и прочих людей, побуждающими к ней. Видя также Стефана, молящимся за врагов, во время опасности за благочестие, мы одинаково удивляемся кротости и подвигам. Итак, когда у нас столько и таких руководителей в доброте, будем побуждать самих себя и других идти по их следам и служить кротостью Богу, принимающему это служение с большей радостью, чем все остальные добродетели. И Божественнейший Павел, намереваясь показать добродетель апостола, желает явиться служителем Христовым, особенно по кротости. Хотя много он мог сказать, если бы желал говорить о предметах, украшающих апостола, об изгнании демонов, воскресении мертвых. Однако, все это миновав, он всюду рассказывает о доброте в нравах, излагая и говоря, в каком кротком отношении он был ко врагам, чтобы и нас убедить идти по его следам, и быть добрыми и кроткими. Итак, справедливо следовать этим святым и делать их примером жизни для себя, чтобы, блистая всем прекрасным, достигнуть нам благ, обетованных великим Богом и Спасителем нашим, через Которого и с Которым Отсутся Святым Духом всякая слава, честь и держава во веки веку. Аминь.